Во время режима повышенной готовности Республиканский Центр психолого-педагогической и социальной помощи населению доверия продолжает работать в прежнем режиме. Теперь психологи и педагоги Центра готовы оказать помощь и онлайн. Подробности в нашем материале. А что ты сделала для того, чтобы твой муж тебя не бил? На днях таким шокирующим заявлением всколыхнула интернет-общественность одна популярная телеведущая. Девушка извинилась за свои опрометчивые слова уже на следующий день. Однако поднявшаяся волна возмущения показала, что эта остро-социальная тема актуальна и волнует каждого. Психологи говорят, оправдывая агрессора, мол, жертва сама нарвалась, человек попросту прикрывает себя мнимой уверенностью, что с ним такого не случится. Ведь он ведет себя якобы правильно, в отличие от жертвы, которая как бы сама виновата. Все бы ничего, но такое общественное мнение приводит к тому, что женщины, а именно они чаще всего оказываются в ситуации, где приходится терпеть домашнее насилие, не могут обратиться за помощью. Годами терпят побои и унижения. Проблемы домашнего насилия гораздо глубже и серьезнее, чем мы о ней привыкли думать. И, как правило, женщины приходят к нам, когда ситуация обостряется. Ведь не всегда насильник проявляет насилие над жертвой. Всегда есть какой-то хороший период, когда он дарит цветы, когда он заботится, когда он говорит, что любит, когда он просит прощения. И, как правило, женщины прощают и остаются жить дальше, верят, что все закончилось хорошо и плохой период уже не вернется. К нам не приходит, конечно, в плохой период. Для каждой женщины есть какая-то последняя точка. У меня был в практике случай, когда ко мне обратилась женщина, долгое время проживающая с насильником, который ее и физически избивал, и морально унижал. И для нее последние капли стали видимые повреждения. То есть, когда он ей ломал ребра, это было не видно. Она ходила на работу, молчала, терпела. Окружающие не замечали. Но когда он ей сломал нос, вскрывать дальше то, что происходит в семье, стало невозможно. И тогда она решилась от него уйти, она решилась на развод, на переезд, на поход к психологу. Эта квартира – настоящий островок спасения. Антикризисный центр для женщин – это место, где могут помочь начать новую жизнь. Здесь есть все необходимое для того, чтобы укрыться от агрессора на какое-то время. Часто сюда приходят женщины вместе с детьми. Психологи Центра психологической помощи населению доверия помогут справиться с ситуацией. А в случае необходимости помогут и найти работу, устроить детей в садик или восстановить документы. Для безопасности женщин, находящихся на реабилитации, адрес этой квартиры держится в строгом секрете. В любом случае, выход найдется. Главное – обратиться за помощью. Сейчас, во время режима повышенной готовности, когда большинство из нас находится на самоизоляции, специалисты Центра продолжают работать. В настоящее время Республиканский Центр психологической и социальной помощи населению доверия работает в обычном режиме. Граждане Республики могут получить помощь юриста, психолога и специалиста по социальной работе. Психологи проводят для вас консультацию в режиме онлайн, по скайпу, а также можно записаться к психологу на очную консультацию по телефону 21 10 40. Также граждане Республики могут получить экстренную психологическую помощь по телефону 8 800 2 122. Женщины, терпящие домашнее семейное насилие, могут обратиться в наш Центр для того, чтобы получить возможность передышки в отношениях с агрессором. У нас функционирует кризисное отделение для женщин. Обратившись в Центр, вы можете получить психологическую и юридическую помощь по этой проблеме. Итак, если вы находитесь в сложной жизненной ситуации, не обязательно связанной с темой насилия в семье, вы всегда можете обратиться за помощью по телефону доверия 21 10 40. Продолжение следует...